По уже сложившейся традиции ни одно празднование Дня города и района не обходится без этнографической выставки «Казачий курень», на которой можно не только познакомиться с историей своей малой родины, но и попробовать кубанские блюда. В этом году для гостей праздника в Куренях было проведено сразу два фестиваля – «Смачный борщец» и «Фестиваль риса». Об одном из этих вкусных праздников мы расскажем в следующем материале выпуска. Вот так с песнями и кубанским радушием встречали курени славенцев. На набережной буквально за ночь выросла целая казачья улица. Поселения района для того, чтобы порадовать жителей и гостей праздника, подготовили инсталляции казачьего быта. Каждый желающий мог почувствовать себя в атмосфере далекого прошлого, вернуться на шесть веков назад, познакомиться с самобытной культурой, окунуться в неповторимый колорит кубанской жизни. В Прибережном Курене мы постарались воспроизвести хату казака в том виде, в котором она была раньше. Все, что мы здесь поставили, все, что вы здесь можете лицезреть, это все, абсолютно все старинное. Мы взяли это у своих бабушек, у своих прабабушек, вышивки, все сделаны вручную. Допустим, вот это делала моя прабабушка еще, как всегда. В красном углу у нас висит икона, причем очень старая, этой иконе более ста лет. Как положено, висит ковер, всегда так было. На ковре висят портреты и по стенам тоже висят портреты. Круглый стол, чтобы принимать гостей. Ну и утюг, сундук, зеркало – это все предметы быта, которые были в любой казачьей хате. Абсолютно в любой, и они здесь у нас присутствуют. Быт, национальная кухня, народные обычаи и традиции, домашняя утварь. Вот лишь немногое из того, что можно было увидеть и попробовать в казачьих куренях. Здесь начинаешь понимать, хоть и за столетия многое изменилось, дух казачества по-прежнему жив и силен. Мне очень нравится. Это настолько возвращает в атмосферу наших дедушек, прадедушек уже для наших детей. Мне очень нравится. Я поздравляю наш район с юбилеем. Я желаю процветания нашему городу, нашему району и светлого будущего. Куреня очень красивые. Я бы тоже хотела жить, как и раньше люди жили. Все можно потрогать, пофоткаться. Мне очень нравится. Яркие картинки народного быта куреней органично вплетаются в большую картину праздника в честь 95-летия Славинского района. И пока гости наслаждаются неповторимой атмосферой казачьей жизни, радушные хозяйки вовсю хлопочут на кухнях. Лепят пирожки, готовят чесночные помпушки и варят наваристый борщ. В фестивале «Смачный борщец» решили поучаствовать все курини. И каждый хотел удивить чем-то особенным своих гостей. Борщ готовился со старым салом. Мы его заталкивали чесноком, как говорили нам бабушки. Томат использовался только квашеный. Его заранее проквасили три дня, потом закатали, прокипятили. Вот для борща как раз готовили. Теперь у нас борщ готов. Он как раньше делался. Со старым салом и с квашеным томатом. Вот такой у нас сегодня борщик будет. У каждого поселения свои секреты приготовления борща. Как оказалось, даже один ингредиент может придать ему неповторимый вкус. Не такой, как у соседей. Секрет нашего борща – это старое сало и лук. Перчик обязательно. Острый перчик, целая перчиночка. И болгарский перчик, зелень. Ну, конечно же, курица для бульона вкусного. И все секреты, руки и душа. Нас ждем гостей. Будем угощать гостей. Сами покушаем. Кто захочет, того покормим. А вот в прикубанском курине секрет хорошего борща видят в хорошем, наваристом бульоне. Конечно, домашняя курица, утка – это самое главное в бульоне. Если будет много мяса, и борщ, конечно, будет. Ну и любовь. Душа, любовь. Как бы это. Без этого никуда. Ну и совсем необычный и оригинальный по вкусу борщ варят в черноярковском курине. Там в него добавляют рыбу. Впрочем, это неудивительно. Черноярковская славится своими рыбными запасами. Готовый борщ уже докипает. Ложим сухую рыбу, не жареную, не вареную, не пареную. А сушится карась. Ну, не обязательно там карась. Любая рыбка, какая вам хочется. Но мы ее прежде чем сделать, почистили, помыли, присолили как на жарку. А потом сушим. В духовке сушим. А потом сухой рыб уже, можно сказать, готовый. Борщ. Ну, уже, ну, на минут пять прокипает. И все. Это старинное, старинное, старинное блюдо. Потому что, в общем, мой дедушка рыбалил. Прадедушка и муж. Вот это и все. Чей борщ получился вкуснее и наваристее, определяли гости праздника, приходя в курине и пробуя угощения хозяйшек. Пробовали в каждом курине мы борщик. Везде очень вкусный. Конечно, Череневиковская, как всегда, выделилась. Борщ удивил. Он был с рыбой. Мы такого никогда не пробовали. Атмосфера праздничная, радостная. Люди доброжелательные. Мы пришли, нас прекрасно обслужили. Стол нам накрыли. Мы уже покушали. Все очень вкусно. Лапша, плов прекрасный. Девчонки прекрасные. Все добрые, вежливые. Нам понравилось. Чтобы от души всех накормить, кубанские кобыцы дымились с утра и до вечера. А гостеприимные хозяюшки радушно встречали гостей праздника. Показывали им свои подворья. Развлекали песнями и танцами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы События.